Поводом для свидания сегодняшней административной комиссии послужили пять протоколов, составленных в отношении полевчан, которые не желают жить по закону об административных правонарушениях. К примеру, первый герой административки нарушил статью 15 областного закона, выбросил крупногабаритный мусор во двор многоквартирного дома. То есть совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено статьей 15.1 закона Свердловской области номер 52 ОЗО об административных правонарушениях на территории Свердловской области. Объяснительная. 21 апреля я попросила знакомого, чтобы он убрал мусор от моего балкона. Когда мусор был убран, я заказал трактор для вывоза в транспортном отделе ЮКП. Мусор я вывез, в этот же день я платил тысячу почти рублей, там 927 рублей за юмозы, за трактор, чтобы вывезли. Ну там была гора мусора, у меня там практически, ну я не знаю, я вижу, снимки есть. У меня там было две двери, ну эти туалетные, ванны там, ну деревяшки, мусор и два мешочка таких, такие вот зеленые. Вот это было вывезено. Это, конечно же, хорошо, но так или иначе правонарушение имеет место быть. А это значит, должно быть и наказание. В соответствии со статьей 15.1 выбрасывания бытового мусора и иных предметов, не отведенные для этого, в местах предусмотрен штраф на физическое лицо в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Поступили три предложения. Значит, первое предложение. Максимум, прошу проголосовать за первое предложение. Кто за то, чтобы наложить штраф в сумме 5 тысяч рублей? Один человек. Второе предложение. По минимуму, тысяча рублей. Кто за то, чтобы наложить штраф в тысячу рублей? Один человек. Поступило третье предложение. Кто за то, чтобы наложить штраф в сумме 3 тысячи рублей? Большинством голосов накладывается штраф в 3 тысячи рублей. Следующий приглашенный решил навести порядок. Скосить траву по улице Магистральной в районе автозаправочной станции. Да так увлекся, что вместе с травушкой-муравушкой вырубил и 8 деревьев. Свершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена пунктом 1 статьи 17 законов Свердловской области об административных правонарушениях на территории Свердловской области. Объяснительное. Мною 6 мая при очистке покоса в районе АГНКС по улице Магистраль было срублено 8 штук деревьев, так как они мешали покосу и сушке травы. Штраф нужно оплатить в течение 60 дней с момента получения постановления главы о наложении штрафных санкций, которая придет адресату по почте. Если же дровосек проигнорирует это решение, к нему будут применены более жесткие меры наказания. Смотрена вам санкция наложения административного штрафа в двойном размере, но не менее 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. Поэтому просим вас, соответственно, в установленные административным кодексом сроки, то есть 60 дней, оплатить установленный штраф. Третьим нарушителем, который был приглашен на административную комиссию, оказался полевчанин, руководящий коллективом водителей, один из которых нарушил правила благоустройства территории. Припарковал автомобиль газ на газоне по улице Роза-Лексимбург. А как известно, стоянка на газонах и тротуарах запрещена. Поясняю, со слов водителя, место стоянки мусоросборочной машины было занято легковыми автомобилями, и он принял решение поставить машину для сбора мусора из данного дома частично на газон, где уже стояли другие легковые автомобили. Мною была сделана выездная проверка данного двора в вечернее время, где выявил, что действительно двор заставлен легковыми авто, в том числе на газонах и детских площадках. С водителем проведена беседа, дополнительный инструктаж за нарушение правил парковки, сделан выговор. Водитель вину признает с обязанностью не нарушать правила ПДД в дальнейшем. Приглашенный на данное заседание является должностным лицом, при этом не считает себя субъектом правонарушения, ссылаясь на свою должностную инструкцию. Об этом он говорит и в своем письменном возражении, которое просит приобщить к делу. Должностная инструкция участвует в расследовании причин аварии, поломок, повреждений, простоев, нарушения правил технической эксплуатации дорожного движения. Осуществляет контроль за соблюдением водителями производственной и трудовой дисциплины, соблюдение правил дорожного движения, охрана труда и техники безопасности. Несете ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством. Вы несете ответственность за правонарушения, что вы несете ответственность за соблюдение водителями законодательства. Я считаю, что это сообразно рассмотреть данный протокол и вы потом про него жаловете этот протокол. То есть, в любом случае, мы его рассматриваем, мы не переносим дело. То есть, просто хотела бы акцентировать внимание о том, что, в принципе, у вас была обязанность выставить данные выражения до рассмотрения данного вида протокола, чтобы члены комиссии ознакомились, какое-то решение вынесли предварительно, допустим. Штраф за данное правонарушение, согласно закона об административных правонарушениях, составляет от 20 до 50 тысяч рублей. В этом же случае, по решению всех членов комиссии, он составил минимально допустимую. Но это не устраивает начальник автотранспортного цеха. Он открыто заявляет о том, что будет оспаривать данное решение в суде. Это не противоречит закону. А вот следующие антигерои административки согласны с решением собравшихся по умолчанию, так как не явились на заседание. Как видимо, устали после шумных ночей, во время которых громко разговаривают, дебоширят и мешают отдыхать жителям многоквартирных домов южной части города. Находились в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривали, кричали, что-то кидали в подъезде. Данный шум мешал мне и моей семье, нарушал тишину и покой в живом помещении. По данному факту я желаю привлечь к административной ответственности. Итог вечеринки в подъезде – штраф в 2 тысячи рублей. А вот за прогулку КОС по улицам села Косый Брод полевчанка должна оплатить 3 тысячи рублей. Имеет в личном подсобном хозяйстве коз, которые не гоняют в сельское стадо и не пасут их сами. Козы гуляют по селу с ранней весны до поздней осени без присмотра. Последний раз козы ходили по селу без присмотра, хотя и 20 мая 2015 года. Объяснение Кострыкиной. По факту выгла домашних животных 20 мая 2015 года. Объясняю. Сами козы вышли из загона, так как были плохо закрыты, ушли на другую улицу. Это было 33-е заседание административной комиссии в 2015 году. Общий объем штрафа составил 33 тысячи рублей, что превышает итог работы за первые 5 месяцев прошлого года, когда общая сумма штрафов составляла 28 тысяч рублей. На 1 июня административной комиссии проведена следующая работа. Составлено 32 протокола, наложено штрафом 86 тысяч 100 рублей, взыскано 47 600, не без сбора, получается 38 500. Ну, это дела, которые находятся у нас сейчас. Либо в стадии. Заскалки подошли. Да, они же, ну, срок еще не подошел. За 14-й год, за аналогичный период был составлен на один из протоколов. Если же вы не желаете становиться героями административной комиссии, будьте законопослушными гражданами общества, изучайте административное законодательство, выбрасывайте мусор в специализированную технику управляющих компаний, а автомобили паркуйте строго на отведенных для этого местах. Ксения Булвенкова, Константин Миронов, Новости Полевского.